Предупрежден, значит вооружен. Старая как мир истина актуальна и сегодня, особенно в сфере потребления. Большинство покупателей, прежде чем приобрести тот или иной продукт, смотрят в первую очередь на срок годности и крайне редко на состав. На самом деле, когда для себя я определяю, например, что вот такой-то продукт мне как бы по душе, то есть больше на вкус. Если честно, я попробовала продукт, то больше не буду учать, с чего он сделан. А если, допустим, что-то новое, то нет, я не изучаю их на самом деле. На срок годности, на состав тоже. Прежде чем купить продукт, в первую очередь обращаю внимание на срок годности, то есть по срокам. А потом уже по производителю смотрю, кто производит. Хочется, конечно, чтобы в первую очередь наш товар казахстанский проходил. В первую очередь беру казахстанский товар. Согласно соцопросам, большинство наших горожан доверяют казахстанским производителям. К сожалению, не все отечественные предприниматели, кристально чистые, недобросовестные бизнесмены, точный состав продукта попросту не указывают. Благо, на таких нерадивых есть республиканские проверяющие. С ними договориться не получится. Именно там, в столичных лабораториях, был выявлен подлог. В молоко производители добавляют растительные жиры и загустители. Указать на упаковке, что спрятано внутри, бизнесмены почему-то забыли. Благо, республиканский комитет по защите прав потребителей с памятью дружит. Специалисты опубликовали список фальсификаторов на своем сайте. В него попало 14 видов молочной продукции. В черном списке оказались и некоторые южноказахстанские предприятия. По данному вопросу, в сайте комитета по защите прав потребителей, там были фальсификации продукты по Сайрам Суд и Алтендан. Алтендан – это 1% кефир, по Сайрам Суд – 20% сметана. Здесь она оба не соответствует жирнокислотному составу. Она должна быть в пределах 1,6 и до 3,6, а там обнаружено 4,77 – это кефир. А сметана обнаружена 4,51. В данное время по обоим предприятиям проводится проверка. Тысячи тонн молочных продуктов ежедневно поступают на прилавки магазинов. Казахстанские молочные заводы работают круглосуточно, производя свежее молоко, сметану, творог и йогурты. Эти продукты рекомендованы врачами в ежедневное меню горожан. Но насколько опасно употреблять молочные продукты, в составе которых произошла замена животных жиров на растительные. Это вообще не вредно, с одной стороны. С другой стороны, она не соответствует ГОСТу, поэтому мы указываем. Продукты, которые были включены в список фальсификаторов, сегодня проходят второй этап проверки в республиканской лаборатории. Если очередные пробы покажут нарушения, то вместо прежнего штрафа бизнесмены будут обязаны снять молочный продукт с производства.